Всем привет, меня зовут Тимофей, это такое у меня экспериментальное видео, где я просто буду на камеру говорить какие-то свои мысли на определенные темы, короче то, что вот про что пока не могу сказать прям так профессионально и сформировать какое-то мнение, буду про это просто говорить, какие-то свои идеи, какие-то свои, что у меня случилось в жизни, какие-то свои переживания, то к чему стремлюсь, то пока к чему не могу прийти, но хочу и вот об этом, обо всем хочу просто рассказать. Конечно в будущем хочется, чтобы это все было в прямом эфире, чтобы было какое-то общение но пока что это вот в таком формате записи и назову эти видео, видео выходного дня, уже пол двенадцатого вечера завтра на работу, потом просто водички налил и первое, про что хочу поговорить, это про свое новое увлечение, это рисование давно прям я вот прям горел желание, ну нет, не горел наверное, а давно хотел начать рисовать мне прям очень нравится смотреть, как рисуют, как там вот, особенно как людей, вообще для меня просто человека нарисовать это одно из самых сложных не любил раньше со школы, не любил акварель, но тут посмотрел всяких разных художников на ютюбе и прямо акварель просто бомба взял у жены акварельные краски, еще которые у нее там со школы я их там отмыл, очистил, купил новые кюветы все прям начал рисовать, пока у меня немного рисунков, я там смотрю видео бесплатные на ютюбе, учусь, пока там у меня малина если кто видел вот там здание с водяной мельницей немного пока, пока такие у меня наработки руку ставлю, но это тоже вот оно не так регулярно, как хотелось бы, потому что хочется прямо углубиться научиться рисовать людей, потому что вот моя цель это мне очень сильно нравится как рисуют всяких супергероев в стилистике комикса и я прям вот хочу вот рисовать так же, чтобы например увидеть какого-нибудь человека или там своего родственника и прям можно его нарисовать там каким-нибудь супергероем, ну это прям было бы вообще офигенно вот, ну пока так в общих чертах это все смотрю, надеюсь, что вот к чему-нибудь да приду мне зато пришла офигенная палитра, походная палитра от Виндзор Ньютон по рекомендации одного из очень крутых художников, который рисовал, кстати, Короля Льва Братца Медвежонка и вообще много мультиков в компании Дисней это Арон Блейс, в одном из его видео я увидел, что есть такие походные пеналы, акварельные это просто мне понравилось, как это выглядит конструктивно и функционально мне помогли найти эту штуку на Алиэкспрессе, заказал, у меня уже она есть а потом как-нибудь сделаю про нее обзор, это прямо очень круто так что вот, надеюсь, что дальше я буду больше практиковаться, как-то учиться в этом плане и уже приду к какой-то вот иллюстрации, пока каких-то коммерческих целей не ставлю тем более тут прокачивают нейросеть Дали, которая по текстовому запросу там рисует вообще такие невероятные картины, вот только начал погружаться в рисование, все нейросеть уже умеет рисовать но все равно это уже как бы, но это уже другая история, мне сам нравится процесс и хочу вот рисовать всяких супергероев, потому что эта тема мне очень нравится что будет дальше, там уже посмотрим в последнее время много конечно прокрастинирую и все так прямо нахожусь очень часто в каком-то состоянии какой-то легкой депрессии из-за всяких этих новостей прямо состояние такое, знаете, как будто вот раньше, до февральских событий и как будто ну жизнь так чувствовала, что ты живешь в большом мире, что ты часть чего-то большого часть чего-то значимого такого, что нет по сути никаких границ и вот ты как бы работай, да, лети там в другую страну можешь реализовать себя по интернету сейчас конечно тоже все есть, но как-то вот оно где-то у меня в сознании, оно у меня где-то вот так вот надломилось немного и как будто многие вещи перестали иметь смысл это конечно очень плохо, я всячески пытаюсь из этого состояния выбраться и понимаю конечно, что это отчасти нытье тоже, вот это вот состояние такое-то нытье но как бы надеюсь, что оно скоро пройдет, это состояние, потому что мне самому не нравится то есть мне хочется что-то делать, хочется что-то творить, но блин, иногда какое-то вот нытье тебя поглощает и такой типа блин вообще, и вот это ощущение того, что вот вот эта целостность мира моего внутреннего я не знаю, оно как будто вот рушится и как будто ты стал вообще, ну как будто вот все замкнулось и перестало, многие вещи перестали как будто иметь смысл, хотя когда начинаю допустим что-то делать, начинаю работать и погружаюсь в это, вообще ничего, вот об этом не думаю, все как-то идет прям классно и вот эти мысли собственные, они конечно очень сильно угнетают иногда и я вообще стараюсь сейчас по минимуму смотреть новости всякие, читать новости по минимуму это так вот, заголовки там пробежишь, все жду, когда там будет мало плохих новостей и побольше хороших поэтому будем всячески выходить из этого состояния и заниматься нормальными делами все, нытье закончилось хочу поделиться вот такими мыслями по поводу ютуб-канала и вообще блогерства сейчас такое положение в стране, что как бы ютуб могут скоро закрыть, а могут не закрыть, вот непонятно но кто такой блогер вообще? блогер это человек, который в первую очередь делится своими мыслями дает какие-то полезные советы и когда не было ютуба, блогеры также были я помню тогда начинался вот активно живой журнал, многие использовали его как блог потом появился вот, потом стали активно вот постить все на ютуб, все больше, больше, больше потом вот инстаграм появился ну и так кто такой блогер? блогер это тот, кто снимает видео исключительно для ютуба в коммерческих целях либо это человек, который хочет чем-то поделиться и что-то рассказать мне кажется это как раз вот второй вариант, когда человеку есть чем поделиться, когда он хочет чем-то поделиться когда ему просто нравится сам процесс, вот это вот общение с аудиторией или даже просто съемки видео или написание каких-то текстов, вот это и есть блогер потому что ну что, закроете ютуб, да, и что, все блогеры сразу пропадут, ну меньше станет кто-то уйдет в телеграм, кто-то уйдет в контакт но также блогерство останется и поэтому я не зацикливаюсь на этом, что вот ютуб сейчас закроют и все кстати у меня есть и телеграм-канал, и канал на бусти, и вконтакте, так что вот ссылки везде или ссылки в описании поэтому кому интересно, присоединяйтесь, будем общаться, будем создавать свою тусовку и еще мысли по поводу канала, вот например сегодня вечером я снял три видео, вот это третье и мне на самом деле понравился процесс, потому что когда в течение недели я там работаю, там работа, дом, семья все вот это, и такой, ну у меня в плане в ежедневнике написано написать, вечером сценарий я прихожу домой, и мне уже ничего не хочется ни писать, ни снимать и получается, что как бы вот в течение там недели, например, я там все созреваю, созреваю на какое-то видео но можно, ну вот сейчас мне понравилось, что допустим я вот, ну у меня не выходили видео хотя я думал, что они будут выходить каждую неделю и тут не выходили видео, я значит все так созревал там, готовил материал и вот накидал сценарий, и сразу в один вечер я снимаю сразу три видео на самом деле прикольно, потому что например за один день можно, не обязательно за вечер, да за один день можно снять два-три видео, смонтировать их, и у тебя уже можно потом выпускать мне это даже больше понравилось, и мне кажется, так и нужно делать вот попробую в таком режиме конечно, пока видео у меня выходит, это такие, ну, говорящая голова очень сильно мне нравится, как делает видео Топлес и Утопия Шоу просто бомбически, потрясающее качество, очень круто надеюсь, что я до такого тоже дорасту и надеюсь, что у меня будут выходить видео не просто там а вот посмотрите, что я купил, вот посмотрите, что я открыл а прям такие большие, содержательные, сценарные видео на разных локациях вот прям очень хочу к этому прийти в планах снять какое-нибудь хорошее, большое видео про дизайн вот прям про дизайн, как про явление оно пока в работе спойлер оно в работе надеюсь, что я его доделаю и это прям будет хорошее видео но это не в ближайшее время это не следующий выпуск это вот такие долгосрочные планы поэтому продолжаем снимать не думаем, что YouTube закроется все будет хорошо и помним, что блогер, он не привязан к платформе он блогер он сам по себе еще про мои увлечения моей племяннице как-то давно подарили телескоп и мы пробовали в него смотреть раза три, наверное и как-то без особых успехов я там находил какую-то яркую звезду смотрели на Луну ну как бы классно но вот я не видел там планеты никакие другие и ну там потом просто стоял я думаю, что же в него можно увидеть у моего друга у него прям большой такой телескоп он показывал там и Сатурн и всякие плеяды было интересно здесь телескоп поменьше и я думал, что у него ничего нельзя увидеть и тут одним вечером я такой думаю надо заморочиться попробовать посмотреть посмотрел, значит, на улицу все чистое небо вытаскиваю его во двор настраиваю там на телефоне приложение где там планеты я посмотрел на Луну ну это классика я посмотрел на Юпитер даже увидел у него там 4 спутника по-моему, галилеевые спутники они называются увидел он Марс ну как увидел там точечка маленькая и потом просто я увидел Сатурн вот Сатурн вот планета кольца я просто вообще я, конечно, был маленький но прям было видно, что это кольца что это Сатурн и я просто такой счастливый был когда я его увидел и я понял, что с этим телескопом который у меня есть с ним можно достаточно много увидеть по приезду в город я пошел в магазин где покупался этот телескоп и я поговорил с продавцом он мне рассказал как там можно по-другому использовать окуляры какие можно еще фильтры на этот телескоп купить и я такой просто вау все буду смотреть пока что еще второй раз не смотрел было небо затянутое когда была возможность там было небо затянутое и вот в планах еще у меня смотреть на звезды это прямо вообще это космос мне прям очень понравилось это очень круто на фоне этих эмоций я посмотрел наверное все фильмы про космос которые у меня были там в подборке ну такие в первых рядах стояли я прям такой сидел да-да ну блин космос тут Сатурн я его видел я видел Сатурн это конечно потрясающе дальше планирую смотреть вот в телескоп какие-то смотреть новые плеяды новые скопления даже ну в планах конечно же снять про это видео оно не будет конечно профессиональное там не про какую астрофотографию но будет просто вот такой вложек как я смотрю значит на звезды просто поделюсь так что вот еще одно мое такое небольшое увлечение кстати по поводу увлечений я на самом деле иногда переживаю что у меня тут и тут неинтересно и тут неинтересно и это классно и это классно и все в мире такое классное для меня столько бы всем занимался и прямо аж иногда распирает но услышал тут речь одного очень творческого человека она работает в большой компании и вот она сказала что творческим людям это нужно переключаться не важно чем они занимаются художник или ты дизайнер нужно переключаться на какие-то другие дела потому что у творческих людей так мозг работает им нужно у них мозг требует переключаться на какие-то другие вопросы главное чтобы это было не во вред себе и работе поэтому я подуспокоился думаю все классно творческие люди все четко ну что ж друзья вот такое оно получилось первое видео выходного дня буду вам очень признателен если вы в комментариях напишите свои мысли по поводу этого видео и по поводу того что я здесь говорил а также мне будет еще более приятно если вы подпишетесь на канал поставите лайк и перейдете по ссылочке на мой бусти это будет просто шикарно это будет просто космос ну что ж друзья спасибо вам большое за просмотр с вами был Тимофей всем пока